Однажды, стоя на берегу огромного озера лавы, я задался вопросом, как мне быстро, безопасно и в то же время, использовав минимум усилий преодолеть его, я решил поплыть на лодке. Поставив ее, она тут же была охвачена огнем, и после чего исчезла, как будто бы ее и не было. Подумав чуть дольше, чем обычно я это делаю, в мою голову не прокралась ни одна из идей, как это можно провернуть. Я уже был готов опустить руки, так как начал понимать, что прилагаю больше усилий, чем изначально хотел. Как вдруг ко мне подошел странный зверь и спросил, чем я занимаюсь. Долго от меня ответа ждать не пришлось. Когда он дослушал мое нытье, он воскликнул «Забирайся на меня!». Я понятия не имел, кто он, но если он хочет помочь, пожалуй, доверюсь ему. Неуклюжа и немного побаиваясь, я забрался на его огромную голову и тихо, но при этом, хотя задорно и громко, сказал «Вперед!». Он быстро провез меня на противоположный берег этой, казалось бы, нескончаемой раскаленной массы. Обрадовавшись, я слез с этого чудного существа и, посмотрев в его глаза, пригласил на чашечку чая. Он отказался, объяснив это тем, что не пьет чай. Слегка поразмыслив, я пригласил его на чашечку лавы. Он согласился. Мы отлично поболтали. Оказывается, его зовут Бавомерка. Он рассказал мне о своей жизни, о том, что вода для него смертельна, поэтому он живет в самом горячем месте на свете, где она превращается в пар. И что таких же, как он, тысячи, и они всегда готовы помочь блуждающим путникам. Я помню, задал ему глупый вопрос, связанный с его именем. То есть вы, Бавомерки, мерите бавов, поэтому вас так назвали? Он прокряхтел что-то, думаю, это был его смех, потом с улыбкой ответил «нет». И после добавил «хочешь попробовать грибов, которые я так люблю?» Бум! Меня осенило.